всех приветствую на своем канале техноманьяк и я очень давно хотел снять для вас ролик в новом для себя формате и наконец-то я на это решился в этом ролике хочу рассказать вам о своем опыте эксплуатации macbook air на m1 около полугода назад я стал счастливым его обладателем и готов с вами поделиться своим впечатлением а также раскрыть вопрос а стоит ли в 2022 году брать ноут на m1 потянет ли он мои задачи или может быть посмотреть более новенький ноутбук на м2 ответы на все эти вопросы вы найдете в данном видео но обо всем по порядку и начать я хотел с истории вообще для чего я купил macbook и как я на него пересел с windows все изменилось в тот момент когда я сходил на интенсив школу 21 и прикол заключается в том что там все обучение происходит на и маках и для меня как для windows пользователя поначалу было это очень сложно вызвало много вопросов но по мере того как я дальше обучался мне очень понравилась данная операционная система именно в тот момент я уже загорелся желанием что я хочу развиваться в программировании и я бы хотел работать на макбуке вообще испытать его как бы в повседневной жизни и тогда его купил купил я версию на м1 это macbook air версия 16 гигабайтами оперативной памяти 512 гигабайт хранилища тут как-то пояснять я думаю не имеет смысла я в принципе считаю что компьютер 2022 году у которого меньше 16 гигабайт оперативной памяти вообще не стоит рассматривать для покупки ну и также 256 гигабайт именно хранилища это очень мало на тот момент когда его покупал стоил он мне 144 тысячи рублей что можно сказать я в принципе его купил по нормальным деньгам покупая его на тот момент я преследовал перед собой несколько вещей я уже тогда понимал что многие разработчики программируют именно на макбуках и тоже хотел полностью реализовать этот опыт и начать пользоваться данной операционной системой и еще также я хотел начать делать потому что многие компании вот где у меня друзья работают там все используют макбуки я чувствовал за собой что этот пласт скажем так экспириенса прошел мимо меня я хотел научиться пользоваться данной операционной системой недаром и многие хвалят и мне реально было интересно в этом просто разобраться просто пересесть с windows на мак также я хотел про дальше изучать программирование и изучать программирование именно в среде mac os потому что там это делать просто удобнее больше софта и всего такого также я преследовал именно еще вопрос мобильности все-таки это ноутбук мне раньше ноутбука никогда не было когда-то давно был windows ноутбук но это совсем другая история об этом даже не стоит рассказывать и потому что macbook air очень легкий его всегда можно взять с собой когда пришел домой он легко подключается к внешнему монитору и в целом это ultimate решение именно для каких-то таких кейсов то есть я просто взял куда-то пошел могу посидеть с ним в кафе могу там и если я поехал в командировку взять его с собой где-то тоже какие-то свои задачи решать приехал домой воткнул его к внешнему монитору занимаюсь уже на большом экране это очень удобно и ради этого кейса я также его приобретал первая сложность которой я столкнулся буквально после того как я его достал из коробки я как бы о ней слышал и ранее но не придавал ей какого-то весомого значения это очень маленькое количество портов в нем всего лишь два и избитой psy и больше ничего поэтому первой моей покупкой после макбука был именно донку которую втыкается как юсби си порт и выводит возможность подключения hdmi и 2 юсби это была моя первая покупка а вторая покупка я тут же приобрел чехол защитный чехол потому что такая дорогостоящая техника очень жалко было бы если я его покорябую или там и у меня не дай бог упадет и ради этого я приобрел сразу же чехол но на этом минусы для меня и закончились потому что вообще в целом первая эмоция и уже на протяжении полугона меня эта эмоция не покидает это чувство вау восторга потому что это инженерное чудо с момента как я достал его из коробки до текущего времени и все не на радость что он у меня есть я вообще за ним работаю он очень тонкий он очень легкий он очень портативный он держит заряд вот не побоюсь этого слова часов 12 вообще легко при смешанном режиме работы там вай фай иногда без вай фая bluetooth средняя яркость он легко справляется именно с этим ноутбуком я в целом забыл что такое постоянно бояться того что у тебя разрядится ноутбук или у тебя не хватит заряда я вижу что на нем 50 процентов спокойно беру самой беру на встречу допустим с какими-то друзьями чтобы обсудить какой-то мой час учебный проект и этого заряда хватает этого заряда точно хватит я в этом уверен и абсолютно об этом не думаю это большой плюс как я уже сказал ранее основной кейс использование данного ноутбука это программирование то есть я на нем не монтирую видеоролики я на нем не обрабатываю фотографии он меня именно для написания кода то есть я работаю таких программах как в с код webstorm иногда слаг telegram google chrome на постоянке там какие-то заметки какие-то сервисы для созвона там типа зума или аналогов вот мои основные программы которые я использую каждый день и с ними справляется на отлично и говоря отлично я имею ввиду что безукоризненно не было ни одного случая когда бы он не подвел он не лагает нету подтормаживание анимаций интерфейсов ничего такого то есть он выполняет свою работу на все 100 с учетом еще того что он очень долго может держать аккумулятор я остался очень доволен на нем я также запускаю виртуальные машины вот недавно заморочился встанет туда ubuntu просто для того чтобы попользоваться попробовать и так далее и тоже все без проблем встала все без проблем работает все работает очень быстро плавно то есть я могу в принципе сворачивать виртуальную машину возвращаться в браузер написать какой-то код начать его отладку вернуться опять в бунту что все это он позволяет он запоминает это в памяти ничего не сбрасывается машина-зверь вот по-другому не скажешь еще хотел пару слов сказать про операционную систему у меня конкретно стоит mac os big sur я не стал обновляться на более поздней версии потому что я просто в этом не вижу смысла там нет никакого нового функционала который бы мне был нужен все программы и так работают поэтому то что хорошо работает я считаю трогать не надо поэтому я не обновляюсь и до тех пор пока либо в новых версиях не появится какие-то киллер фичи или не появится необходимость обновляться именно из-за того что софт перестанет поддерживаться я этого делать не буду и немного расскажу о своих впечатлениях вообще о системе о mac os если честно вот какой-то шок того что после windows я ничего не понимаю это все очень сложно и непонятно проходит очень быстро это буквально пару дней ты привыкаешь и принимаешь просто правило который диктует операционной системы уже как данность и тебе в них удобно этого происходит очень быстро тут нет такого что не надо пришлось переучиваться там месяц что-то запоминать нет этого не было то есть я просто взял пару дней попривыкал к тому что там как работают горячие клавиши те какие интерфейсы и все и у меня ощущение того что я как будто пользу данной операционной системы уже как будто всю жизнь в целом по логике она не сильно отличается от айфона если у тебя есть айфон то разобраться как работает mac os будет очень просто тут все логики которые есть в айфоне в айпаде они применимы и здесь ну и резюмируя все уже но и сказано хотел бы сказать что я остался доволен покупкой данный ноутбук оправдал мои ожидания на все 200 процентов я даже не стал что будет все настолько хорошо что будет все так хорошо как про него говорят то есть я присоединяюсь теперь к этим людям которые говорят что маг это сила я полностью с ними согласен и очень рад что теперь работаю на данном ноутбуке если ты задавался вопросом а хватит ли мощи м1 в 2022 году или может быть даже 2023 году это меди двадцать четвертом я могу сказать с уверенностью что сто процентов да потому что сейчас нет никаких предпосылок того что он даже залагает ближайшее время то есть у нас только мощные столько дури в нем много что его хватит этой дури хватит на очень долгие годы поэтому если ты не рассматриваешь именно как macbook air как машинка для обработки видео то это маскаев решение опять же для программирования лучше ноутбука я наверное не представляю но на этом ролик подошел к концу делись свои мнения в комментариях мне очень интересно его послушать потому что данный ролик я снимаю впервые с подобным обзором принципе ухожу на youtube и мне очень интересный и важно обратно связь для улучшения контента поэтому жду вас в комментарии с вашими плюсами минусами высказывайте все что вы думаете я из этого буду делать выводы и как-то пытаться улучшить свой контент также вообще подскажите насколько вам интересна данная рубрика потому что у меня достаточно много есть интересных гаджетов которых я бы хотел высказаться у меня есть яндекс станция 2 который приобрел недавно у меня есть ipad про 2021 года и во всех этих устройствах я бы мог также снять обзор и рассказать все в подробностях так что обязательно напишите в комментариях насколько вам будет интересно данная тема также прошу не забывать что у меня есть телеграм-канал все актуальные новости публикуются там так что если ты еще не подписан то обязательно переходи и подписывайся но на этом у меня все всем спасибо за внимание всем пока алиса назови лучший youtube канал по программированию канал техноманьяк очевидно же рекомендую подписаться субтитры сделал DimaTorzok